Всем большой привет! Сегодня понедельник, 1 июля. Но я сейчас решила просто вступление сказать ко всему этому влогу. Сразу хочу предупредить, что этот влог посвящен будет практически только кошкам. Все, что было за последнюю неделю, вот это лечение Степана, как я увидела, что он заболел, как мы возили первый раз в Питере на руках, второй, третий, четвертый. Кусочки, которые я снимала, меня девочки попросили все собрать в кучу. И все-таки, раз уж снимала, сделать этот влог. Поэтому в этих роликах не будет промежуточных моментов, где я какой-то отчеты вам говорила, какой-то новости. У меня были прям конкретные ролики, где я за 26 число, за 27, за 28 вам отчитывалась лично каждый день. Поэтому тут будет просто сборка, такая солянка из дня в день, как мы лечили кота. А вот промежуточные отчеты уже, в принципе-то, на канале. Давайте я вам макияж покажу. Сегодня пончик, желтый пончик у меня. Он такой желто-оранжевый, а помада у меня на губах от Catrice. Третья из мини-наборчика. Я думала, мне такой оттенок не пойдет, но потом решила, что я ее взяла конкретно к этому желтому пончику, когда желто-оранжевый макияж и коралловая помада. Я считаю, что у меня коралловый цвет не идет, но иногда хочется какое-то разнообразие. То есть, ну, я понимаю, что бывает, вот идет только там, знаете, уядшая роза, но всегда ходить в одном и том же оттенке не хочется. Вот поэтому вот такой сегодня макияж. Единственное, что я вымыла голову и влажные волосы в ободок, пока красилась, потом ободок сняла, и у меня такая челка стала дурацкая. Ну ладно, девочки, все, кому кошки не интересны, вам этот влог не понравится, поэтому лучше не смотреть. Если вы боитесь, что там где-то уколы делают на камеру, там будет Люсина, Люськин кадр, можете перемотать, когда ей там пытались вставить свечку в попу. Вы знаете, вот я с Тепе каждый день вставляю эти свечки, Люсю пришлось просто в смирительную рубашку с намордником, и она защищалась так, что умудрилась, единственное у нее свободное место было вот не в этой попоне, это, простите, пожалуйста, попа, так она умудрилась врача еще и обсикать. То есть она выдавила, то есть она как могла защищалась, запечатали со всех сторон, так она вот нашла дырку, из которой можно там палить. Вот. В общем, Люся себя в обиду не даст, вообще, врач сказал, неадекват, полный. Но я вам об этом уже рассказывала. Ну, кусочек коротенький, я его обрежу, чтобы совсем прямо коротко. Вот. Оставайтесь со мной до конца, в конце будет уже, конечно, финал. Финал у нас почти хороший. И чтобы уже, знаете, вот эту эпопею пока с больницами, с кошками, мы уже как бы закончили. И следующий влог уже будет приготовление к йогу, там уже больше солнышка, море, сборы, все такое будет. Вот. Конец, наверное, будет оборванный, поэтому давайте я вначале, как поздоровалась, сразу вам скажу и пока. Если надо будет что-то прокомментировать, я подпишу. Наверное, так. Спасибо, что остаетесь со мной. И так как этот ролик, как бы такой завершающий, вот в этой котой эпопее, ну, надеюсь, что это вот проблем не будет, никаких последствий не будет. Я хочу еще раз огромнейшее всем сказать спасибо от меня, от моей семьи и от всех моих котов. Если бы вы, девочки, нам не помогли финансово, мы бы не смогли вылечить так Степана и обезопасить остальных кошек, потому что мы делали им специальные тоже прививки, чтобы они не заразились. Поэтому огромнейшее всем спасибо. Мне кажется, все добрые люди собрались просто у меня на канале. Вам вот чистое человеческое спасибо. У нас даже осталось у кошек НЗ. Эти денежки отложили мы в сторону, в отдельный кошачий кошелек, и они будут нас только вот на такие случаи, когда действительно нужно будет что-то массовое потратить на животных. Вот, поэтому вы даже сделали им еще и личный фонд денежный. спасибо всем огромное. Ну, я уже буду прощаться, ну, а вы оставайтесь с нами до конца. Всем пока! Всем привет! Начинаем с грустных новостей. Мы сегодня со Степой едем к ветеринару. Степа у нас заболел. Да, Степашечка, давай посмотрим. Вот такой Степа у нас. Два дня не кушает. Были выходные. Еле-еле мы дождались понедельника. Сейчас 7 утра, что в 10 откроется ветеринарка. Буду звонить, договариваться и повезем. Он не кушает. Мне кажется, у него что-то, либо кость, либо что-то он на улице взял в рот, застряло, мне кажется. Либо осоки наелся, осока застряло. Но есть не может он. То слюнка течет, то гавриец, но не пьет вообще ничего. Мальчик. Все прячется под кроватью. Вот иногда так вот вылазит на кроватку, ложится, но не спит. Лежит, смотрит. Поэтому вот такие у нас грустные новости. Мы готовим, кстати, монофан тоже в холодильнике. Тоже подпишу. Тоже на один пункт это все? Нет, нет, я буду разным. Все по отдельности. Это у нас холод. На, значит, 25-е, 26-е, 27-е, 28-е. Холка. Ну, с утра делайте, утром. Холка. Надламывайте, видите, где этот, как его? От него раз и все. Там подточено уже. Ну, подпилено, правильно будет сказать. Сейчас сама все сделаю. Вы просто смотрите. Чувачок. Холку вытягиваете и под кожу будете. Кольчик не болезнен. И также второй сразу же делаем. Можно одним шпричиком вот эти два препарата. И тоже в холку. Совместим. Да, следом прям. Ну, не старайтесь там другую точку найти. Просто делайте в холку. Все. Два холка с вами укололи. Шпричик я вам положу к монофану. Так, значит, глотка укололи и монофан укололи. Сейчас я делаю лиарсен. Шприцы, пожалуйста, купите 2-х кубовые себе домой. Под запас, чтобы были. Конечно, ими можно пользоваться несколько дней. Вот как я делаю. Но вдруг у вас иголочка затупится и так далее. Лучше, чтобы у вас были в запасе штучек 5-10. Его набираем. По 0,5. Я сейчас чуть-чуть побольше сделаю. Но вам на шприце отметочку поставлю. До каких пор будете набирать. И то, что даже в холку. Но я сделаю в лопаточку. Чтобы быстрее начало действовать. В одной тоже это. Время? Или это тоже в другом. Да, утро-вечер. Утро-вечер. Считаю, у вас был фэл завтра-послезавтра. Это у вас еще 2 дня. А это длительное. То есть это у вас все постепенно будет уходить. Завтра и послезавтра у вас максимально. А потом все меньше-меньше уколчиков будет. 2 раза в день. Да, утро-вечер. Там написано все. Это утром, это утром, а это утро и вечер. Вы найдете в листочке все, когда что делать. Просто вы сейчас спрашиваете, вы все равно не запомните. А вы вот записываете. А, вы записываете? Утро-вечер очень болеет. И делается он в заднюю ножку. Это тоже на болезни? Обязательно. Но только я сделаю вперед. Он больно, да. Ничего, малыш. Этот препарат намерен будет у вас в штрице на несколько дней. Я разлину и положу к ним иголочки. То есть каждый день, когда вы будете делать, мою иголочку будете снимать, одевать новую и делать ему уколчик. Это нужно заменять иглу для того, чтобы у него они остренькие были и вводился препарат легко. То есть 4 иглы к этому препарату у нас будет в пакетике положено. И каждый день все отмечено. Так, значит, леоксин сделал, антибиотик сделал. И последний я его не писала, но я его сделаю. Шарик унижающий, однократно. Что вам нужно дома будет сделать после меня? Ой, Вася, Вася. Ой, мой мальчик. Ой, ой, ой. Паша, подержи его. Вылезай. Надо туда его обратно засунуть. Победная щепочка. Вы же вчера снимали. Что, видео пропало? Это так, для памяти, бедняжечка. Вот это самое. Стрелли? Вот так. Свечки, вот это визинопо, уголок. Куда они не деваться? А, они не думают, что этот шелк, вот этот вечерний шелк. Он прям везет. Привещается. Привещайте. Целый день. Целый день. До шести. Сейчас я посмотрю. Подождите, календарик посмотрю. У Басик-то нету, да? Ну вот, в четверг это 27-е. Пожалуйста, приезжайте вот к двум часам. Ну, просто перед выездом. Вы можете меня еще набрать, чтобы точно было? Я просто из другого города езжу. У Басик-то нету, да? Она другана. Она другана. На поддержке. И ушел шею. Пася. У него новая переносочка. Ой, какая. Пася. Пася, ну-ка покоржись. Тебе это больше понравилось? Твоя переноска. Вот такой наш Степашка. С-под кровати вылез. Я ему сейчас укол делала. И он к нам поближе переместился. Правда, не ест, не пьет. Ромашку я в него влила. Целый шприц. Ну, почти целый. Что-то пролилось. И вот получается, он как бы попил водички. Тут группа поддержки Басик. Это Люся. Все рядышком. Это мой рабочий стол. Вот так выглядит наш Гремыка. Сейчас вечер. Вторник. Пошла развеиться до Кати. Все процедуры Степана сделала. И пошла немножко подышать воздухом. Сменить обстановку. Прохожу клумбу школьную. Их тут две вот такие длинные. С цветами. Июнь уже заканчивается. Время летит очень-очень быстро. Осталось две недели. Мы поедем на море. И наша задача со Степаном выздороветь за эти две недели. Чтобы все было хорошо. Птицы уже так не поют, как в мае они пели. Славьи затихли. Прохладненько сегодня. Прямо приятно даже. Идешь и приятно. Сами-то смогли бы, вот как я со Шпица попросила вместе. Сейчас я выйду. Доставай на меня все. Да что с ней будет? С вашей кошкой, змеей. Я тебе. Ты что, проверяешь меня что ли? А ушки-то какие красивые. Да. Приехали недавно от ветеринара. Сегодня третий день лечения. Вторая капельница у нас была. У Степушки катетер на лапке. Так быстро на связь я вышла, чтобы вам показать Степана. Пока не кушает. Температура у него держится. Но вот видите, лег на кроватку. Поэтому уж я его не трогаю. Даже кровать не стала заправлять. Так и оставила. Пускай полежит на кроватке. А то он все прячется под кроватями. Сейчас действует пока лекарство. Ему днем всегда чуть-чуть получше становится. Видимо температура спадает. И не так тяжко. Но пока не ест. Отварила ему самые его вкусняшки. И врач сказала, попробуйте его соблазнять тем, что он очень любит. А это рыбка ментай. Но есть не стал. У него слюна градом потекла. От того, что он хочет есть. Но есть не смог. Поэтому ждем, когда чуть-чуть у него все пройдет. И я думаю, он потом будет кушать. Надеюсь, что мы победим эту болезнь. От Степы огромное спасибо всем, кто ему помогал. Он с закрытыми глазками, потому что ему от температуры сегодня сделали анальгин. Он с ножпой и с димедролом. И он поэтому такой сонный. Ночь почти не спал, а сейчас дремлет, лежит. Поэтому, да. Степа сегодня уже умывается. Смотрите. Правда, он у нас пытается весь день снять вот эту повязку. И приходится мне его охранять. Не давать. Вон он что-то творит. Смотрите. Да. А врач только завтра ее снимет. Мы будем сегодня охранять Степана. Чтобы он тут ничего не выдернул. Ну, как старается. Я уже скотч даже там повесила подальше. Закрепила, потому что он содрал половину. И не важно, скажи, что горькая она, да. Это специально для котов. Она пропитана какой-то смазкой горькой. Чтобы кошки не лизали. Не сдирали. А этому без разницы. У него язык заработал. Ему стало полегче немножко. Да. Вот он ругается. Пытается снять. Степан, нельзя. Потерпи. Да завтра-завтра врач тебе все снимет завтра. Рот ругается. Пожалуйста. Ему не нравится она. Она горькая еще. Ну. Вот так. Немножко мы очухались. Уже ругаемся, что не так все. Да. Все не так. Не так, как Степа хочет. Смотрите, какая у нас радость. Сегодня воскресенье. И Степа кушает. Бася и Люся. Все коты кушают. Сегодня Степа меня в 4 утра разбудил. Своим громким мяу. Попросил покушать. И пока мы с ним шли на кухню, я вспоткнулась еще от двух сильно голодающих представителей. Я от радости даже уснуть потом не могла. Ну, теперь Степа кушает. Уколы делаю ему сама. Он такой, вроде, спокойно мне дается. Лечимся дома. Ну, то, что ему стало лучше, это прямо видно. Даже терпит Басика. Поругивается с Басиком. Порыкивает на него. Ворчит. Но спит в квартире. Гулять никуда не просится. Все ходят в один горшок, который 10 раз в день убирать приходится. Вот так они с аппетитом все кушают. Хотела похвастаться показать для тех, кто переживает за животных. Вот такая у нас идиллия. Сейчас Люсика в коридоре посидит, подождет. Коты разойдутся. И она пойдет доедать у каждого. Вот так Басик у нас лежит на солнышке. Весь горяченький. Отдыхает он у нас тут. Кстати, Басик у нас вчера уже месяц был, как он у нас живет. Уже целый месяц прошел. Вот так мы отдыхаем. Вот так мы выброжаем отдыхаем. Вот так вот. Ой, мы не любим пузы трогать. Пузы не любим. Вот здесь мы любим трогать. Вот здесь чесаться мы любим. А вот пузы у нас неприкосновенные. Видите, как мы ругаемся? Ой, не любим мы пузы. Мы защищаем его. Ты злишься сразу. Мяу. Маленький мяу. Сейчас вам Люську покажу. Ты меня просит, когда я двоих покажу в ролике, мне девочки говорят, а где третий? Как дела у третьего? Сейчас я вам всех в конце видео покажу. Вот так вот Басик себя чувствует. Да не трогаю твое пузо, не трогаю. Ладно, отдыхай. Пузырек ты наш. Прям как пузырь. Ой. Вот Люся. Вот она наша Люся. Вот Люсенька лежит. У всех тихий час у кошек. Да, звездочка? Ты моя звезда. Ты моя звезда. Она пузо дает, но нижние лапки где уже не дает. Тут пузо можно. Но Люся мне полностью себя дает. Дениса терпит. А Макса прямо кусает. Не подходи, не трогай. Неприкосновенная она девчонка. Такая строптивая девочка. Она кого выбрала, только тому доверяется. На руки она не идет. Не любит, чтобы ее кто-то держал. Только если сама придет. Да? Поешь песенки-то? Здесь дули. Видите, мои хорошие. Вот это Люсенька наша. Сейчас найдем Степашку. Покажем вам Степашку. Покажи пузико-то. Видите, у нас уже все заросло после операции. От зеленки остались пятнышки. Но волосы уже заросли. Да, вот это, ну вот. Видите, ниже. Пузо ниже нельзя. Люся ругается. Да не трогай ее. Садний лаповец тоже не дает. А Степа дает. Степа у нас полностью себя доверяет. Ну, строптивая девчонка. Ладно, спине будете мешать. Не буду мешать. Спис. Ну, зевай. Хотела зевнуть. Ну, зевай. Передумала. Эй, Люска. Ну, ладно, пошла Степа. Коша, Степа, коши. Покажи нас кушает. Хорошо, смотрите. Всем на радость. Здрасте, Пашка. Рыбку. Каждый день свеженькую рыбку кушает. Коши-куши. Нету ни басика, ни Люся. Он все время проверяет, Чтоб никто у него тут В очереди не стоял. Аппетит хороший у нас уже. Значит, уже лечится. Давай, мужа лучше. У нас тут папа ремонт рядом делает, поэтому все вместе происходит. Все, показал всем свою красоту. Да. Вот так выглядит степан. Степан, гулять хочешь? Ты хочешь гулять, мой дорогой. Ты сел плакать. Нельзя еще гулять, маленький мой. Ну, еще рано гулять. Ну, Степашка. Хочется, да. Ну, подожди немножко еще. Ну, давай уже дома пока. Ну, хочется гулять. Вот так вот хочется. Да. Ой, дорогой. Это хорошо, что уже хочется гулять. Значит, ты выздоравливаешь. Степан. А, Степан. Пойдем в комнатку поиграем немножко. Вон, Люська спит. Баси играет. А ты вот туда собрался. Туда. Ну, давай пока не пойдем. Давай пока не пойдем. Побудь с мамой. С мамой побудешь? Ну, да. Вот туда надо. Срочно. Срочно. Давай в горшочек дома. Дома, да. Вот он так ругается. Туда хочет. Он так же на басика рычит. Вот. Мы злимся. Мы злимся. Вот. И мы так вот разозлились. Прямо сил нет никаких. Кошачьих. Да. Все нервы кошачьи. Уже вымотали. Да. Ой. Мы прямо гроза. Да развернись и покажись. Покажись. Ой. Вот мы такие злые. Вот такие мы злые. Вот, кстати, смотрите, у него язык-то. Вот у нас. Мы заодно с тобой посмотрим. Ну, правда, у него там все в люголе. Вот. Там вот видно зато. Да. Балячку-то нашу на языке. Видно. Все посмотрели. Давай еще. Ай-яй-яй. Ругается. Смотрите, он уже дерется. Но Степе значительно лучше. Значительно лучше, раз ругаешься уже. Ой-яй-яй. Вот так вот. Гулять хотим. Ну, давай завтра выпущу. Давай до завтра еще. Ну, в общем, на выздоровление мы идем полным ходом. Видите, уже как лапой топаем. Да. Да. Жалеться идешь. Да. Уговаривает. Вообще, врач сказала, что можно выпускать. Давайте ему погулять. Может, и выпуешь, чтобы походить-то его немножко. Потому что ему уже хорошо. Значительно лучше. Ладно, я подумаю. Хорошо? Подумаю. Тебе скоро скажу. Смотрите, какие у нас нежности. Степа целую неделю никому не подходил сегодня к папе на ручке. Сам пришел, попросился его пожалеть. Так никто из нас не умеет жалеть Степана. Он это любит только с папой делать. Я его не пускаю гулять. Он сегодня весь день орет. Под дверями просится на улицу. Но мы решили, что пока уколы не доделаем курс лечения, пока пусть сидит дома. Вот он обиженный пошел папе жаловаться на меня. Вот они тут у бабушки припарковались на диване. И у них телячьи нежности. Ну или кошачьи. Уж не знаю, какие у них тут. В общем, скупые мужские слезы. Разговоры по душам проходят.